Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, я, Зератул. И, наконец-то, спустя длительный перерыв, мы продолжаем проходить сюжет Genshin Impact. В прошлый раз мы закончили на том, что я еле-еле тянул своими героями сюжетные миссии. Поэтому уже длительное время, как вы могли заметить, я не снимал сюжет. И, параллельно, снимая видео другого формата по Genshin Impact, я качал своих героев. И сегодня вместе с вами мы, наконец-то, наконец-то, продолжим прохождение сюжета. Но перед этим ваш треймер заготовил небольшой сюрприз. Я очень много фармил, очень много готовился. И, благодаря этому, мы с тобой имеем апнутую Нингуанку, апнутую Яньфейку, апнутую Дионну. Не помню, но, по-моему, апнутую Кицин, апнутую Фишель. Это для ролла, потом объясню. Вот, немножечко прокачанную Сянлинку. И вот хочу еще немножечко поапать Синцу, потому что там дадут ролл. Собственно, твой стример-то чего готовился? Твой стример готовился вот чего. Тысяча примагемов и три крутки уже есть сразу. Плюс, пока мы будем это все дело крутить, нам насыпят пыли, которую мы тоже конвертируем в крутки. Наша с вами первостепенная задача выбить хоть какое-нибудь адекватное оружие. Понимаете? Нету оружия у стримлера. Запись-то, кстати, пошла. Вроде бы да. Ну так вот. А что это у вас? Тут что-то видно. Ты какой? Решил посмотреть, где я живу через окошко. Ну так вот. Нам нужно выбить какую-либо оружку. Если мы вот здесь оружку не выбиваем, но нужно что-то думать как-то, я не знаю, к следующей серии, и где-то эту оружку достать. Я думал, может, прикупить Королевский гримуар. Но мне все говорят, что Королевский гримуар хрень. Вот. Также, также, еще сейчас можно купить консту на Рейзера. И я думаю, что оно того стоит. И мы сразу купим ее. Да. Да. Да, да, да. Мы сразу покупаем консту на Рейзера. И, 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 и идем куда? Правильно. К Рейзеру. К Рейзеру активирует созвездие, потому что первое созвездие дает прирост урона на 10% за элементальные сферы. Подбираем. А что тут у него вообще интересно? Увлечит шанс крит попадания против врагов. Ну это такое. Увлечивает уровень громого клыка. При попадании быстрое нажатие навыка гром и когти понижает защиту противника. Вот это интересно. Такое. Вот это интересно. Получается четвертое и шестое созвездие Рейзера нам очень-очень хочется. А мы возвращаемся к нашим круточкам. Давай попробуем покрутить стандартные баннеры, ибо у меня есть стандартные крутки. Может быть что-нибудь путное выпадет, но скорее всего нет. Хотя, конечно, хотелось бы ци-ци. Но игра говорит, что хотелось. Вот и дальше пусть хочется. Да? Игра. Я правильно тебя понимаю? Даже эпик не дает? Вот. Хотя бы эпик дала. Ага. Ну тут, конечно, такой эпик, что считай, как будто и не дала. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Тогда покупаем. И начинаем крутить баннер оружейный. И будем надеяться, что мне выпадет хоть что-нибудь полезное. Потому что, ну, ради чего я столько времени готовился к этому видосу. Так, игра. Я думал, как-то плюс-минус на первый и второй там будет все. Нет? Ну вот сейчас давай. Ты посмотри, исключительно гарантами мне выдает. У меня просто там уже где-то круткие 3-4 было. И, видимо, игра ждет десятую. Во! Да ладно! Выпало оружие. Но знаешь, в чем проблема? У меня нет лучников. У меня нет лучников. Черт! Черт! Легендарный лук! Твою налево! Куда он мне нужен-то? Мне нужна была книжка! Ты понимаешь? Ты понимаешь? Мне нужна была книжка или меч! Ахахаха! Но я вроде бы рад. Но черт подери! У меня нет лучников. У меня нет Йоими! Единственный лучник, на котором я играю, это Диона. Но у Диона и так нормальное оружие. И церемиальный лук для нее отлично подходит. А у меня теперь Элегия погибели. А хотя, кстати, восстановление энергии. Увеличивает мастерство стихии. То есть у меня Элегия погибели, которая... А она там по умолчанию идет с восстановлением энергии? Или я выбил еще и при этом не самую лучшую? Как это посмотреть? Как посмотреть? То есть они рандомно генерятся? Или она по умолчанию идет с восстановлением энергии? Она по умолчанию идет с восстановлением энергии. А что я мог получить взамен? А я мог получить хороший меч! С шансом крита! Он одноручный? Одноручный! У меня для Кицин нет меча. И вообще нет меча, черт подери! Ну почему мне выпал лук? Игра! Блин! Ну, 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 ну... Ребят, мне грустно. Мне очень грустно. И это меня печалит. Но я не знаю, что тогда крутить. Может быть, крутить Аято? Или Венти? И там, и там, кстати, есть вот эта деваха. Поэт Ветров. Нет, мы продолжим крутить оружку. У меня нет книжки, понимаешь? У меня нет книжки. У меня уже 4 героя с книжкой и нет книжки. Или 3 героя с книжкой. Давай. Я верю в чудеса, хоть и это делать нельзя. Но, блин, легендарный лук. Ну вот, ну вот, ну зачем? У меня же нет ее имени. У меня нет вообще никого, кто из лука стреляет, кроме Фишель и Дионы. Но для Дионы этот лук не очень, скорее всего. Ну это, ребят, засада. Я так готовился, так фармил. И я должен радоваться, ведь мне выпала легендарка. Но мы-то с вами понимаем, что в Геншин Импакте легендарка бывает разная. Ну давай хоть героя какого-нибудь напоследок. Хрен тебе сказала игра. Хватит с тебя легендарного лука. Ну это просто обида. Ты понимаешь? Вот мне мог выпасть вот этот, черт подери, меч. А выпала вот эта вот говно. А меч, кстати, тоже на восстановление энергии? Нет. И урона бонус дает всеми элементами. Да блин. Но мне нужен был и меч. Я понимаю, что типа тут шанс 50 на 50 в легендарках. И только дальше у меня будет стопроцентный шанс выбить именно то, что я хочу. Но блин. Ну это так обидно. Ну на кого мне этот лук реально вешать теперь? У меня у Дионы... Есть откат обилок и восстановление энергии. А тут чё? Четыре собранных талисмана воспоминаний пропадают, наделяя ближайших членов отряда эффектом тысячелечная симфония. Их мастерство стихий повышается на 100 единиц, а сила атаки на 20 в течение 20 секунд. Блин. Ну вот я через мастерство стихий-то вообще никак не играю. Ребят, ну это просто обида. У меня нету оружия. Вот ты посмотри, у меня ходит, блин, с морским атласом Янь Фэй. Ты понимаешь? Вот у меня, блин, морской атлас, термониальные мемуары, кодекс Фавония две штуки. У меня Яи Мику, легендарный персонаж, бегает с нищебродской трёхуровневой книжкой. Ты понимаешь, какой я бомж? А, это просто жесть. А, я могу... Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, молитва. Магазин Пайман. Ну, блин, ну теперь у меня есть соблазн. Теперь я хочу купить королевский гримуар, но мне сказали, что покупать его не стоит. Но у него хотя бы сила атаки тут есть. И шанс крит попадания есть. Блин, ну это обида. Либо можно попробовать скрафтить мемуар. Кто-нибудь мне потом напишет в комментариях. Но проблема в том, что у меня нет железа. Во-первых, я уже посмотрел перед видосом. А во-вторых... А во-вторых, ну скрафчу я, и что? Максимум, что я могу скрафтить, это прототип Янтарь. Только нафиг он мне нужен, ведь у него ХП процентное. А у меня нет никого, кому нужно ХП по статам. Если только сахарозе не нужно, но по-моему сахарозе не нужно. То есть получается у меня три персонажа, у которых нет катализатора. Это первое. Второе. У меня, даже если я и куплю что-либо, это все будет не то. Блин, ну обидно, ребят, что тут скажешь. Ладно, погнали, проходи сюжетку. Надо двигать это все дело хоть как-то. Значится. Я, честно говоря, подзабыл, где мы тут остановились на сюжетке. А можно вот прям задание архонтов, задание легенд. Мне кажется, Байджу поведал вам о Лаустрите Зари. Расспросите о нем в торговой гильдии в июне. Я вот забыл, какой из этих квестов нам самый-то главный. Продолжение следует... Нам бы просто и на зуму бы пооткрывать. Завершите другие задания, чтобы продал. Завершите золотая рыбка и завершите белый журавль. Вот, нам нужно выполнить, получается, золотую рыбку. Вот, золотая рыбка и белый журавль. Вот, два этих квеста нужно выполнить. Чтобы идти дальше по сюжету. Соответственно. Вот, вы уже провели в надзуме некоторое время, но ваши поиски все еще продолжаются. Однажды вы спаянно приходите на побережье. Пойдем вот это выполнять. Нам нужно выполнять вот этот квестик и еще один квестик, чтобы открыть и надзуму. Самая-то наша итоговая, ой, главная-то цель какая, и надзуму открыть. Потому что, открыв ее, мы получим возможность апнуть Яймику, которую я выбил. Так, на пляж острова, на руками. Пойдем. Рейзер. Это оно? Братик, мы ищем великого Мудзина Йокая. Ты случайно не знаешь, где он живет? Кто такой великий Мудзина Йокай? Ты о нем не слышал? Это очень сильный и очень хитрый монстр, который любит морочить людям голову. Он обладает магическими способностями и даже может превращаться во что угодно. Однажды великий Мудзина Йокай украл рис из нашего дома. А в другой раз он столкнул моего отца в реку. Какой шалун! А зачем вы его ищете? Мы наконец-то нашли способ прогнать его. Мой папа говорит, что великий Мудзина Йокай любит разыгрывать людей, которые не возвращаются домой вовремя. Нам нужно прогнать его, и тогда мы сможем гулять сколько захотим. Судя по вашему описанию, он очень сильный. Вы не боитесь? Ваши родители беспокоятся за вас? Я сказал отцу, что мы с друзьями собираемся найти великого Мудзина Йокай, а он никак не отреагировал. Поэтому мы думаем, что сейчас он ослаб и спрятался, чтобы отдохнуть. Если мы вернемся домой до того, как он наберется сил, с нами все будет хорошо. Все это звучит очень странно, но Пайман не может объяснить, почему. Да и папа не ведет себя странно. Да, Пайман думает, что великий Мудзина Йокай один из тех сказочных монстров, которых не существует в реальном мире. Просто родители не хотят, чтобы дети бегали фиг знает где. Мы должны сказать им об этом, чтобы они не тратили время на поиски. Дети, послушайте Пайман. Не нужно искать великого Мудзина Йокая, ясно? Потому что он не существует. А? Не может быть. Мой папа никогда не врет. Ваши родители просто беспокоятся за вас. Вот и все. Они не хотят, чтобы вы уходили далеко от дома, потому что это очень опасно. Нет, мы тебе не верим. Великий Мудзина Йокай настоящий. Да, тетя Йоимия сделала для нас особое оружие. Она научит нас им пользоваться. Йоимия? Это та самая Йоимия? Мы рассказали ей о великом Мудзине Йокай. Она сказала, что мы не должны бояться его, а должны его прогонять. Мы долго ждали, и наконец тетя Йоимия сказала, что сегодня тот самый день. Поэтому мы ищем великого Мудзина Йокай. Да, тетя Йоимия часто играет с нами и рассказывает разные истории. Она не врет. Да, но... Пойдем, найдем тетю Йоимию. Стойте, не уходите! Похоже, они очень хорошо восприняли это, но... Не очень хорошо. Но Пайман всего лишь хотела позаботиться о них. Пайман понятия не имеет, почему всплыл имя Йоимии. Пойдем за ними. Мечтательное безвременье. Новая глава, золотая рыбка, глава 1. Догоните детей, которые собираются уйти. Эй, тише, тише, тише. А можно мы не только ее имя найдем, но еще и ее себе в коллекцию получим? А то у меня вот лук есть, а ее имя и нет. Эй, не унывайте, ребята, путешественники просто пошутили. Как может великий Мудзин Йо-Кай не существовать, а? Потому что я детей обидел. Да, но мы никогда его не видели. Это потому, что у него есть сверхпособности. Именно поэтому мне нужна ваша помощь. Разве не так? Да. Все в порядке. Не отчаивайтесь. Помните, если вы хотите стать героем, вы должны обладать терпением и мудростью. Даже если вы не найдете великого Мудзина Йо-Кай, прямо сейчас он обязательно появится перед началом фейерверка. Так что не забудьте прийти за своим оружием, хорошо? Каким бы сильным он ни был, он не справится с моим особым фейерверком. Просто зажгите его, и вы без труда отпугнете великого Мудзина Йо-Кай. Вы должны защитить свои дома, урожаи своих близких. Вы... Так, спасибо. Спасибо, тетя Йо-Ими, мы постараемся быть более терпеливыми. А подождите секундочку, у меня есть несколько листков бумаги для вас, ребята, по одному на каждую. Не забудьте отдать их родителям и скажите, чтобы они их берегли. Просто скажите им это от Йо-Ими, и они поймут, о чем речь. Хорошо, спасибо, тетя Йо-Ими, тогда мы пойдем домой. Пойди, пойди, тетя Йо-Ими, приходи поиграть с нами скорее. Конечно, обязательно берегите себя и до встречи. Сундук, я вижу сундук у нее над головой. Так. Вот мы и встретились вновь. Я догадалась, что это были вы по описанию детей, но ничего, я вас не виню. Великий Мудзин Йо-Кай довольно популярен среди детей. Конечно, они расстроятся, если кто-то скажет, что его не существует. Но он ведь действительно не существует. Да, когда я впервые услышал о нем, то я сразу поняла, что родители выдумали его, чтобы дети не убегали из дома. Но когда дети спросили меня о нем, я решил не говорить им правду. Я просто сказал, что на вид он очень милый, любит шутить и не причиняет бреда людям. Думаю, теперь впечатление детей о великом Мудзине Йо-Кай в основном зависит от меня. Нормально. Значит, в каком-то смысле он плод твоего творчества. Но ведь нельзя продолжать в родителям. Может и так, в любом случае, не я должна рассказывать им правду. Вполне вероятно, что родители просто хотели, чтобы дети не бегали целыми днями на улице, но у них могли быть и другие причины. Если я, не зная всей истории, просто скажу им, что великого Мудзина Йо-Кай не существует, то могу принести больше вреда, чем пользы. Кроме того, они просто дети, им должно быть позволено верить в то, что делает их счастливыми. Это для них важнее, чем сомневаться в реальности тех или иных вещей. У меня тоже есть свои фантазии. Огненный алмаз, который вращается и спускает огни всех цветов радуги. Духи тумана, которые живут далеко в горах и проводят тебя в сказочную страну, если ты сможешь их найти. Я знаю, что на самом деле их не существует, но мне все равно нравится в них верить. Если бы кто-то подошел ко мне и сказал, перестань быть такой глупой, их не существует, я бы очень зло на него посмотрела и сказала, проваливать с глаз моих, потому что это бесит. Я понимаю. Верно. И что с того, что это выдумка, это же очень здорово и некоторым роде волшебство. Никто не вправе отрицать это. То, во что мы верили и что пережили в детстве, становится нашим бесценным сокровищем, когда мы вырастаем. Когда вы были детьми, вы наверняка верили в героев, убивающих драконов и священные мечи, рассекающие тьму. Это то же самое. Если мы разорвем в клочья сказки, что еще мы должны будем рассказывать детям? Что Инадзума заблокировано, что идет охота на глаза бога? Детям еще рано думать о таком. Да, еще слишком рано. Поняла ты меня или нет, не волнуйся. Я позабочусь о детях и прослежу, чтобы они были в безопасности. Так, мне пора возвращаться в фестиваль фейерверков. Наганахары скоро начнется, а мне еще нужно много всего подготовить. Фестиваль фейерверков Наганахары? Их устраивает ваша семья? Ну, как бы да, поэтому и наша фамилия и в названии фестиваля хорошо известен по всем Инадзуме. К слову о фейерверках, есть ли у вас планы на ближайшие дни? Если нет, то вам обязательно нужно прийти. Я подготовлю очень красивый фейерверк специально для вас. Жду с нетерпением. Тогда пойдем со мной в Наганахару, навестим моего папу. Надо успеть доделать несколько фейерверков на начало представления. Так. Что она сказала? Прости, о чем мы говорили? У многих историй плохая концовка. Например, Огненный Алмаз попал в коллекцию богатого человека, где он больше никогда не засияет. Или кто-то увидел духа Тумана, но не смог поймать его. Дух разозлился на него и больше никогда не появлялся. Герой, убивший дракона, стал следующим драконом. Священный меч, который когда-то сражался с тьмой, стал оружием судного дня. Я знаю, что такие истории сейчас на пике популярности, но я не могу заставить себя полюбить их. Волшебство должно оставаться волшебным. Сказал нам Йоимия, которое у меня нет в коллекции. Но для которой у меня уже есть лук. Так, прежде чем мы туда пойдем, я хотел бы прибавить звук, в смысле музыку, потому что я подозреваю. Что может... А что, может быть еще и какой-то объемный звук? По-моему, ничего не поменялось. Ну и ладно. Собственно, прибавлю вам музыку, потому что мало ли, как оно там произойдет. Может быть, что нужно сделать. О, кстати, крабики. Мало ли, как оно там будет, вдруг, как в прошлый раз, будет какая-то неимоверная эпичная кат-сценка, а у меня будет музыка на минимуме. Я тогда так был расстроен тому, что во время эпичной кат-сценки у меня была очень тихая музыка. Так, слушайте, мне не очень хочется с вами сражаться. Я просто пробегу мимо. А, здесь еще и... Здесь еще и где-то звездочка. И да, ребят, постараюсь сегодня сделать серию подольше, ну, по крайней мере, на сколько у меня хватит. Вот, потому что сюжетик мы давно не проходили. И, конечно, очень интересно открытие надзума на максимум. Но вот где же эта звездочка, которая тут горит? Наверху, да, наверное? И вообще, смотри, какое здесь место. Ну-ка, пойдем пробежимся. Золотая рыбка же неспроста в названии. Представитель комиссии Ясера. Там вон какое-то испитание. Там сундучок. Но это все потом. Как красиво, ребят. Я не могу удержаться. Кстати, вот так тоже можно встать. Оп. Давай, появляйся, Волк. Дух Волка. Ну, нет, Рейзер. Давай дяденьку Духа Волка. Чтобы сделать наикрутейший скриншотик для заставочки этой серии. Давай. И музыка такая приятная, медитативная играет. Как же здесь, блин, как же в Геншине красиво, релаксно, прям вот. Листья Сакуры летят. Ну, Рейзер, не расстраивай стримлера, давай. Ну, ты чего? Призови Духа Волка. Алло. Минутка медитации. Почему он не призывает Духа Волка? Он почему-то только зевает. Ну, ладно. Хорошо. Что у нас здесь? Ой, какая красота. И где, собственно, звездочка? Ага. А вот это непонятненько. На деревце, может быть? А на деревце нельзя залезть. Ой. А, вон оно. А я забыл, что с ним нужно сделать. Ага. А я забыл. К нему нужно какую-то штучку подвезти или чего? Прикинь, забыл. Ну и ладно, короче. Давай поставим метку, потом разберемся. Слишком много времени трачу на это все. Почему-то я не могу подобрать его. А может быть, его нужно или огоньком ударить? Ребят, я не помню, что с ним нужно сделать. Ну и ладно. Идем по сюжетику. Сюжетик для нас очень-очень важен сейчас. Телепортитейшн делаем. Уже полчаса серия идет. Обалдеть. Она будет мега длинная, потому что хотя бы квестик-то мы должны пройти. Хотя бы один. Папа, я вернулась. Фестиваль скоро начнется и фейерверки для каждой семьи почти готовы. О, новые лица. Я вас раньше не видел. Вы новые друзья или покупатели? И то, и другое. Они недавно прибыли в Инадзуму. Мы не можем позволить, чтобы они пропустили фейерверки. Ха-ха-ха-ха. Приходите, присаживайтесь. Я Наганахара Рюнасокко. Расскажу вам долгую историю семьи Наганахара. История пока подождет. Я хочу кое о чем спросить тебя. Давным-давно. Ох, опять папа со своими историями. Извините за это. С тех пор, как я с папой... С тех пор, как с папой произошел несчастный случай, он стал плохо слышать. Правда? Но мне показалось, что вы ведете связный разговор. Много позже люди поняли, что если размолоть определенные минералы в пыль, то они загораются множеством красивых цветов. Папа, подожди. А? Шо такое? Те материалы для фейерверков, которые мы заказали, уже дооставили? Вчерашние фейерверки были отправлены, как и позавчерашние и позапозавчерашние? Нет, пап. Я про материалы. Материалы, которые мы заказали. Сегодняшние фейерверки тоже почти готовы. Не волнуйся, я не растерял свои навыки. Да нет же, я говорю о материалах. Чтобы сделать фейерверки, нужны материалы. Чего? Материалы! А, материалы. Да-да-да, материалы. Извини, Пайма направилась, что вы наконец-то поняли друг друга. Материалы еще не привезли. Приходил курьер и объяснил причину задержки, но я не расслышал. Все в порядке, не волнуйся, мы сделаем их чуть позже. Не забудь получить материалы, когда они прибудут, хорошо? Хорошо, не волнуйся. Прошу прощения, если мы слишком шумим. Так происходит всегда, когда нужно о чем-то спросить папу. А он гостеприимный. Да, так и есть, он очень хороший человек и все его уважают. Мой папа глуховат, поэтому никогда ни с кем не спорит и никому не перечит. Просто слушает с довольным лицом. Когда я была маленькой, то думала, что папа действительно понимает меня и потому во всем со мной соглашается. Я рассказывала ему обо всем. Позже я узнала, что это происходило, потому что папа плохо слышит. Но я все равно продолжала ему все рассказывать. А, почему? Мне просто приятно видеть, как он улыбается, и это помогает ему чувствовать, не чувствовать себя одиноким. В любом случае, сейчас важнее то, что фестиваль вот тут начнется, а материалы еще не доставлены. Нам нужно придумать альтернативу. Йоими, это ты? Ты меня до смерти напугал, разве я не говорил тебе сидеть тихо? А, прости. Подожди, я сейчас подойду. А кто это там? Кто это там? Куда это? Куда это? Куда это? Удивительная история. Девочки с серверками, найдите источник звука. Что там, ребятки? Кто там? Сюда никто не смотрит. Выходи тут сбоку. Прячущийся в доме человек осторожно выползает. Нам повезло, что рядом не было никого из комиссии Тенрё, иначе у нас были бы большие проблемы. Прости, наверное, я был немного опрометчив, когда я услышал, что ты вернулась, я просто... Не волнуйся, Сокудзиро. Пока что все идет по плану. Чуть позже мы пойдем за материалами для фейерверков, а заодно решим вопрос с лодкой, как я тебе и обещала. Спасибо тебе за помощь. А почему ты прячешься в ее доме? Это один из наших старых клиентов. Он не так давно вернулся в Инадзуму. Комиссия Тенрё обнаружила его, когда он нелегально пересекал границу и выдала ордер на его арест. Ордер на арест? Тише, 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 я не хочу привлекать внимание. Если Сокудзиро поймает, неизвестно в каких преступлениях его могут обвинить. Все, что мы можем сделать, это найти ему лодку и снова отправить его подальше. Но разве там не бушует шторм? Да, это очень опасно, но другого выхода нет. А если лодка перевернется, то ночь очень-очень страшно пойман знает. Если все настолько плохо, зачем ты вообще вернулся? У меня есть незаконченные дела. Когда я только вернулся, я услышал обо всех этих невероятных переменах. Изначально я принял решение, но теперь начал сомневаться. Я не хочу доставлять неприятности ее имя и господину Ренесокку. Я очень признателен им за то, что они приятели меня. Эй, хватит уже меня благодарить. Помнишь, что я сказала? Пока у тебя есть этот листок, ты всегда будешь клиентом Наганахара. Листок? А не те ли листки ты давала детям? Да, это те же листки, что я дала детям. Каждый раз, когда клиент заказывает фейерверк для памятного события, мы прилагаем к товару маленький листок бумаги. Только моя семья может понять, что на нем написано. Это рецепт фейерверка, который они заказали. Если нам покажет этот листок, мы гарантируем, что сделаем точно такой же фейерверк даже спустя 10 или 100 лет. Ух ты, так круто! Старая семейная традиция, все постоянные клиенты знают о ней. Листок, который у меня есть, остался с техремонт, когда мои родители заказывали фейерверки у господина Ренусокке. Подумать только это было лет 20 назад. Кто бы мог подумать, что все так оберниваться? Все будет в порядке. Побег на лодке – это крайние меры. Я постараюсь найти другой выход. Будет гораздо лучше, если ты останешься в Инадзуме. Каким бы ни были причины, если наши клиенты приходят за помощью, мы не бросим их на произвол судьбы. Спасибо! Так у меня будет немного времени, чтобы обдумать разные варианты. Хорошо, давай не будем долго задерживаться снаружи. Возвращайся в дом, я дам знать, как только у меня появятся новости. Спасибо, еще раз спасибо. Большое спасибо. Он снова прячется. Жаль, что ему до сих пор не дали разрешения, хотя он родился и вырос в Инадзуме. Кстати, вы приехали сюда совсем недавно. Как вам удалось получить разрешение? Мы прошли через долгий бюрократический процесс на острове Рита. И даже после этого нам удалось прорваться только благодаря госпожи Хирига и Тисата из комиссии Канзё. Понятно, значит тебе помогали внелятельные друзья. Не думаю, что это вариант для Сокудзиро. Хотелось, чтобы комиссия проявляла больше понимания. Места, в которых побывали, не похожи на Инадзума, не так ли? А? У каждого архонта свое представление, как править территорией. Несмотря ни на что, я должна найти способ помочь этому молодому человеку. Простите, я пригласила вас полюбоваться фейерверком, но сначала мне нужно закончить несколько дел. Вам не обязательно идти со мной, я сама разберусь с материалами для фейерверков и лодкой. Мы можем встретиться дома чуть позже. А я не против с тобой пойти. Отлично, тогда давай начнем с лодки для Сокудзиро. Можем поговорить по дороге. О да, если вы не против, могу я спросить, как вы познакомились? Зиратул вытащил меня из озера, когда я тонула. Так мы и познакомились, и начали путешествовать вместе. А почему ты спрашиваешь? Я просто немного завидую вашим отношениям. Если бы рядом с папой был кто-то вроде тебя, его глухота не так мешала бы ему. А? Почему ты выглядишь такой взволнованный? Потому что... Потому что... Потому что ты сказал, что Пайман кто-то, а не что-то. Ура! Так, все, да? Договорили. Коэти! Коэти, это я. Как дела с лодкой? В целом неплохо, но она вызвала некоторые вопросы. Подожди, давай не будем обсуждать это при посторонних. Не беспокойся, они мои друзья, им можно доверять. Мы пришли вместе поговорить насчет лодки. Да, можно сказать, что мы в одной лодке. Рад знакомству. Понятно, простите, я не хотел ставить вас под сомнение. Просто небольшая предосторожность. Лодка готова, но нужно быть осторожным, перевозя ее сюда. Это почему? Из-за указа Сококу комиссия Танрё подозрительно относится к любым плавсредствам. Даже самым маленьким. Они непременно остановят нас и допросят. Понятно, прости, что тебя втянуло в это все. Не говори глупости. На самом деле я рад, что ты обратилась ко мне за помощью. Я всегда приходил тебе за фейерверками, так что считай это моим способом отблагодарить тебя. Пойду схожу за лодкой, я скоро вернусь. Спасибо, если это по пути, ты можешь заодно забрать фейерверки из моего дома. Все было сделано в строгом соответствии с тем, что было написано на листке, без единого изъяна. Хорошо, фестиваль скоро начнется, поэтому позаботиться о том, чтобы твои друзья в полной мере насладились фейерверками. В конце концов, это традиция надзума. Отличная идея, я тебе обязатель... Тебе обязательно нужно рассказать о том, как твоя семья впервые заказала фейерверки. О, это долгая история, даже не знаю, с чего начать. Давай вернемся к этому, когда лодка будет здесь. Да, точно, я совсем заболталась. Что ж, я пока оставлю вас, встретимся позже. Хорошо, что он напомнил мне о делах, иначе я бы проболтала весь день. Последние несколько дней я была очень занята делами, связанными с фейерверками. У меня не было ни минуты, чтобы остановиться и поболтать с кем-нибудь. Это меня убивает. Разумеется, папа с удовольствием слушает мою болтовню, но поскольку он почти ничего не слышит, трудно добиться от него интересной реакции. Эх, я снова это делаю, не так ли? Я хотел сказать, что пока Коити доставляет лодку, мы должны попытаться найти материалы для фейерверков. Мне нужно сделать фейерверк не только для вас, но и для детей и Сокодзиро. Нам не хватает многих материалов. Не беспокойтесь о нас, мы можем обойтись без фейерверков. Все будет хорошо, на самом деле так происходит каждый год. Всегда есть куча дополнительных заказов, которые нужно выполнить в срок. Когда люди хотят устроить фейерверк, это всегда означает, что они хотят запечатлеть что-то в памяти. Если они упустят этот шанс, то они могут упустить его навсегда. Поэтому, как бы я ни была занята, я всегда рада принять их заказы. Ты хочешь сказать, что тебе нравится твоя работа? Именно так, родившись в семье изготовителей фейерверков, я чувствую, что с детства была одержима наблюдением за тем, как что-то взрывается, а затем появляются огни и цвета. И я хочу сказать, что вам не надо обо мне беспокоиться. Основная мысль затерялась в потоке информации. Простите, простите, иногда хороший разговор может быть таким же мимолетным, как фейерверк, понимаете? Поэтому, когда я в настроении и мне есть что сказать, я просто обязана выложить все одним махом и не жалеть об этом. Блин, ее имя по характеру, как я. Давайте вернемся в город, я попытаюсь счастья со своими знакомыми. Во-первых, потому что я тоже очень много трынжу. У Пайман вопрос, ты не устаешь все время говорить? У меня бы уже горло разболелось. Ты права, иногда я чувствую дискомфорт в горле, но для чего еще нам дам голос? Звучит логично. Ну так вот, пешочком пока пройдемся. О чем я говорил? А, похоже ее имя на меня по характеру, потому что я тоже очень много люблю трындеть. И при всем при этом мне как-то вроде бы, если есть что рассказать, то я люблю этим делиться, даже когда не просят. И, короче, мы с ней похожи. По характеру. Кошечку увидел, думал, может быть, можно с ней повзаимодействовать. Найдите материал... А, ну вот. Нашла! Марихико. Здравствуйте, как работа? Ее имя, я знал, что ты придешь. Не надо заходить издалека, ты ведь пришла за материалами для фейерверка. Я все подготовил. Правда, как вы узнали? Потому что скоро фестиваль. А это обычно означает, что ты будешь носиться сломя голову в поисках материалов, чтобы все закончить в последнюю минуту. Я уже привык к этому, поэтому подготовил для тебя дополнительные материалы. Простите, что беспокоил вас каждый раз. Ты же знаешь, я ничего такое не имел в виду. Я лучше разорюсь, чем откажусь тебе. А вы? Это для вас фейерверки понадобились? Спасибо за вашу помощь. Что вы, что вы, никакого беспокойства, друзья. Раньше, когда я ссорился с сыном, я имя приходила и успокаивала его. Я потерял надежду найти с ним общий язык, а если бы не она, кто знает, возможно, он бы уже сбежал. До этого бы никогда не дошло. Он чувствительный ребенок, и ему очень важно ваше участие, просто он не знает, как это выразить. Может быть, если бы вы время от времени не хмурились, он бы чувствовал себя более непринужденно. А это типа его ребенок, да? Возможно, я и правда слишком строг с ним. Это странно, потому что я не думаю, что я такой строгий, когда разговариваю с другими людьми. Никто не идеален. Если в будущем у вас возникнут проблемы, просто приходите ко мне. Даже если это не связано с фейерверками, я с радостью вам помогу. Клиенты всегда на первом месте. Хо-хо-хо. Ну тогда ладно. Все говорят, какой ты хороший ребенок. Твой отец должен быть очень гордится тобой. Иди, возьми минералы. Денег не нужно. Это подарок. Об этом не может быть и речи. Просто прими этот знак моей благодарности. Благодарность не оплатит ваши счета. В бизнесе есть свои правила. Не ставьте меня в неловкое положение. Я же сказал, что все в порядке. Пожалуйста, просто возьми материалы. Наверняка у тебя много других дел, которые нужно сделать сегодня. Давайте поступим так. Я запишу это в свой блокнот. Мы будем считать это как первый взнос за любой фейерверк, который вы захотите приобрести в будущем. Ох уж этот упрямый ребенок. Хорошо, пусть будет по-твоему. Передай привет папе. Скажи ему, что Морихика желает ему здоровья и счастья. Обязательно. И вы берегите себя. Не нагружайте себя слишком сильно. Вы же не хотите снова заболеть. Все любят тебя, Йоиме. Кажется, что ты с радостью сделаешь что угодно для других. Ты не первый, кто так говорит. Некоторые люди думают, что я буквально сделаю все, о чем меня попросят. Когда такое случается, я говорю им, Эй, этот магазин фейерверков, мы таким не занимаемся. Но очень часто они меня не слушают. С этим ничего нельзя поделать. Но это не имеет значения. Не так ли? В любом случае, теперь у нас есть все необходимые материалы. Так что эта проблема решена. Теперь нам нужно найти того, кто их обработает. Ребят, уже 42 минуты серии идет. Куда время девается в геншин импакте? Так. Ниже на 54 метра. Оп. Хадзиме, господин Аманемо. Это я. О, Йоиме, если я не ошибаюсь, ты пришла по поводу материалов для фейерверков? Похоже, все знают, как занята Йоиме в преддверии фестиваля. Мне очень жаль. Не могли бы вы немного подождать? У меня сейчас довольно много заказов на оружие. Ничего страшного. А, нет, на самом деле страшно. Немного. Может быть, вам нужна помощь? Давайте сделаем так. Я помогу вам с заказами, а вы тем временем обработайте мои минералы. Это зависит от того, что скажет мастер. Все будет в порядке, господин Аманемо. Ведь вы знаете, что фестиваль фейерверков Наганахара вот-вот начнется. Мне еще нужно сделать очень много фейерверков, если я не успею. Как всегда болтливо. Я все понял. Суть искусства Аманомы зиждется на терпении и сосредоточенности. Беспокойство ума проявляется в выкованном клинке. Если вы будете торопить Хадзиме, то только нарушите его концентрацию. Ну, это, конечно, особое обстоятельство. Фестиваль фейерверков Наганахара уже не за горами. Я обрабатываю материалы для тебя. Правда? Вы лично обработаете материалы, мастер? Что тебя удивляет? В конце концов, это единственный вариант. Большое вам спасибо за помощь, господин Аманема. Не за что. Фестиваль фейерверков Наганахары – важное событие. Это я хорошо знаю. Кроме того, я в долгу перед Ренусокко. Он всегда помогал моему делу. Но ее имя в будущем тебе следует все планировать более тщательно, чтобы не решать проблемы в последнюю минуту. Хе-хе-хе, постараюсь сделать все возможное. В будущем я заранее подготовлю дополнительные материалы, чтобы компенсировать любые неожиданные изменения. Для тебя, дорогой дитя, как бы ты тщательно не готовилась заранее, этого может оказаться недостаточно. Прошу прощения, я скоро вернусь. Аменома Тобо заканчивает переработку материала. Господин Аменома, ваши работы, как всегда, безупречны. Только посмотрите на формы и размер этих гранул. Они великолепны. Я давно не видела, чтобы вы лично брались за инструменты, но, похоже, вы ничуть не растеряли свое мастерство. Конечно, я изучал эти техники всю свою жизнь. Их невозможно забыть. Значит, кузнеца Аменома и фейерверки Наганахара и раньше сотрудничали. В те времена это был мой мастер и отец Ренусоку. Люди меняются из поколения в поколение. Но ингредиенты, необходимые для создания фейерверков, остаются неизменными. Хадзиме, когда-нибудь это все перейдет к тебе. Знаю, знаю. Ха-ха-ха, ладно, я не буду больше вас беспокоить. Не забудьте пойти посмотреть на фейерверк. Хорошо, Зератлу, пойдем. Койте, скорее всего, еще не вернулся, но все равно пойдем подождем его. Куда идти-то? Ага. Ниже на 79 метров. Малинка. Как я и думала, его еще нет. Это даже к лучшему, потому что на самом деле я весь день ждала возможности поболтать с вами. Прости, что таскаю вас за собой повсюду. Вы были так добры ко мне. Все пришло очень гладко. Пайман за все это время не произнесла ни слова. Хе-хе. Ты хорошо ладишь со всеми. Мне показалось, что я совсем не обращала на вас внимания, поэтому я ждала возможности наверстать упущенное. Когда мы впервые встретились, я очень торопилась. У нас не было возможности сесть и как следует пообщаться. Ведь... Вы ведь путешественник, верно. Где вы еще побывали, прежде чем приехать в Инадзуму? В Монштадте. Звучит здорово. Я слышал, что у них там практически нет правил. Люди вольны жить, как им хочется и делать то, что делает их счастливыми. Мой папа получил подарок от одного из своих старых клиентов. Он был из виноденья или что-то в этом роде. Оп, делюк походу. Винокурни рассвет! Они делают знаменитое вино из одуланчиков. Да-да, оно самое. Я помню, как он пил его. Я никогда в жизни не видела, чтобы он получал такое удовольствие от вина. Он весь вечер рассказывал мне, какое оно вкусное. Мой друг однажды сказал, что только люди с сильной волей и четкой целью решаются на путешествие. Может быть, чтобы увидеть определенный пейзаж или исполнить определенное желание. Итак, что заставило вас отправиться в путешествие сквозь бурю и приехать в Инадзуму? А вот слушай, с сестрой это все понятно. Давай про божество пора спрашивай. Найти потерянного родственника. Вас разделило божество? О, тебе должно быть нелегко. Иногда мне очень тяжело. Понятно. В этом случае я ничего не могу сделать. Если я собиралась пригласить вас остаться в Инадзуме, в отличие от внешнего мира, Инадзума стремится к вечности. Другими словами, к состоянию спокойствия, когда мало что меняется. Преимущество в том, что если ты устал в путешествии, Инадзум – отличное место для отдыха. Позволь мне перефразировать. Я просто беспокоюсь, что ты можешь устать, если будешь продолжать в том же духе. Но можно потерять из виду то, что заставило тебя начать свой путь в первую очередь. Иногда бывает и так. Когда ты измотан, все превращается в борьбу, даже попытки развлечься. Нельзя получать удовольствие, когда ты устал. Один мой друг, искатель приключений, однажды сказал, что если слишком сосредоточиться на достижении финиша, то по пути можно упустить множество возможностей и драгоценных моментов. Мудрые слова. Я это запомню. Я уверен, что смогу придумать, как помочь тебе расслабиться и повеселиться. Ты уже здесь, даже если ты вдруг уедешь, по крайней мере, ты уедешь с приятными воспоминаниями. Кто знает, может быть, воссоединившись со своей семьей, ты захочешь, чтобы Инордума стала вашим новым домом. Я добавлю это в список возможных вариантов. Я даже знаю, какой фейерверк для вас сделаю, но я вам не скажу. Это секрет. Я имею, я вернулся, прости, что заставил тебя ждать. Пойдем к лодке, или вы хотите еще немного побалтать? Мы уже заканчиваем. Тогда пойдемте, только ведите себя естественно, мы не хотим вызывать подозрения. Она ведь достаточно прочная, чтобы выдержать шторм, да? Разумеется, можете быть уверены в качестве. Ожидание, которое нельзя обмануть, проверьте лодку. Еще малинка. Прежде чем мы пойдем это делать, давай-ка мы с тобой... Железка тут форманем. Пригодится в чайничке потом всякие штучки делать. Оп! Она слишком маленькая! Она, конечно, прочная, но... Ничего не поделаешь, это самая большая и прочная лодка, которую я могу дать. Она сделана из лучшей надзумской древесины. И все же плыть на ней сквозь шторм очень опасно. Надеюсь, Сакудзиро, она все же не понадобится. Оставим ее на самый крайний случай. Должна сказать коить, и твое мастерство становится все лучше. Хо-хо-хо-хо! Не надо меня хвалить, это все благодаря помощи моих друзей. Чтобы не вызывать подозрений, каждый из нас работал над своей частью, а затем мы тайно собрали их ночью. Мы не могли построить лодку больших размеров, потому что она не пройдет проверку комиссии Танрё. Давай пока оставим лодку здесь. Сакудзиро надо подготовиться к путешествии. Пайма, не нравится вся эта затея! Разве помощь Сакудзиро не делает тебя преступницей в глазах комиссии Танрё? Возможно, но я знала, во что ввязываюсь с того момента, как согласилась помочь ему. В моей семье довольно хорошая связь здесь в комиссии с Яссеру. Мы очень тесно сотрудничаем с ними. И всякий раз, когда происходит какое-либо событие национального масштаба, две другие комиссии тоже приходят к нам. Если я буду вести себя вежливо, уважительно, они тоже не будут стремиться создать мне проблемы. Вопрос о сотрудничестве. Вы ведь тоже помогаете, верно? Да, все это было сделано совместными усилиями. Нет! В Ли-Е нас тоже преследовали милилиты. В Инадзуме, похоже, тоже придется побыть по ту сторону закона. Вот это выбираем вариант. В Инадзуме будем беспредельщиками. А, так вы опытные преступники, да? А мне нравится ее фразочка. Большое спасибо за помощь, Койти. Твои фейерверки готовы. Можешь забрать их в любое время из моего дома. Когда будешь там, попроси моего папу рассчитаться за строительство лодки. Не беспокойся об оплате. Если сестра узнает, что я взял деньги у твоей семьи, она меня отругает. Сестра! О, позвольте мне объяснить. Эту историю мне рассказал папа. Раньше в Инадзуме была процветающей гильдии торговцев. Она была действительно процветающей. Когда-то в семье членов гильдии примерно в одно и то же время родилось около дюжины детей. Все они росли вместе, каждый из них изучал дело своей семьи. Они были очень хорошими друзьями, но со временем они выросли и решили, что каждый из них хочет заняться своим собственным делом. Ради торговли им пришлось отправиться в разные уголки мира. Они знали, что неизбежно станут реже видеться. Да, именно так. Перед тем, как мы разошлись в разные стороны, самый старший из нас предположил, что мы все вместе в последний раз посмотрели фейерверк. Все они были очень амбициозными и каждый из них умел вести дела по-своему. Один за другими они уходили, пока в Инадзуме не остался один коэти. После этого он их почти не видел, но когда кто-нибудь из них приезжал в гости, они всегда устраивали фейерверки. Да, как бы ни были близки вы и ваши друзья, после долгой разглуки между вами сохраняется дистанция, но как только фейерверки озаряют небо, они мгновенно возвращают вас в детство, и мы болтаем, как в старые добрые времена. Для нас эти воспоминания вечны. Так вот что я имя имела в виду, когда говорила о памятном событии. Да, именно так. Вот почему я не могу подвести людей, когда они заказывают у меня фейерверки. Мне нужно рассказать Сакудзиро о лодке, и еще раз большое спасибо за помощь коэти. Мне тоже пора идти, не хочу, чтобы меня застали на месте преступления. Всякий раз, когда коэти приводит ко мне своих друзей из торговой гильдии, они всегда упоминают, как играли со мной, когда я была маленькой, или держали меня рядом. Но их так много, а я мало что помню из детства. Однажды он появился с одним другом, и тот спросил меня, помни ли я его. Я сказал, конечно, ты играл со мной и держал меня на руках, когда я была маленькой. Коэти разразился смехом и сказал, что это один из его друзей-плотников. Оказалось, что он намного моложе, чем выглядит. Всего на несколько лет старше меня. Я покраснела и извинилась не менее миллиона раз. Было так неловко. Типичная история из детства, по-моему. Так, через телепортик. Я думаю, так оно будет пошустрее. Уже целый час, целый час. Я уже целый час тебя радую голосом Пайман. Вернее, я уже целый час тебя радую голосом Пайман. Вот. И не только Пайман. Вот-вот, ее имя точно так же думает. Эх, надо было идти в озвучку, но это не про меня. Озвучка это слишком узкопрофильный. Вопрос лодка решен. Я отмечу для тебя место на карте. Прежде чем отправиться в путь, я рекомендую запастись провизией водой. Лучше хорошенько подготовиться. Ооо. После всех тех усилий, которые потребовались для возвращения, трудно убедить себя снова уехать. Особенно, когда нужно будет преодолеть бушующее море на крошечной лодке. Мои перспективы выглядят не очень радужными. Они не будут более радужными, если тебя схватит комиссия Тенрио. Рано или поздно они найдут тебя здесь. У нас мало времени. Прости, я постараюсь убраться отсюда до их прихода. Обещаю, я больше не причиню неприятности тебе и твоей семье. Я не это имел в виду. Если у нас возникнут проблемы, я уверен, что что-нибудь придумаю. Но если комиссия Тенрио все же настигнет себя, беги к лодке. Я не попадусь им в руки. Но все это путешествие в конечном итоге обернулось пустой тратой силы времени. Зачем тебе надо было возвращаться в Инадзуму? Раньше я не любил Инадзуму. Потом и уехал. Но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что просто пытался убежать от своих обязанностей. Когда я это осознал, то потерял покой. Я все время думаю о людях и вещах, которые оставил Инадзуму. Так что я... Забудь, какая теперь лезница. Я хотел вернуться, чтобы избавиться от своих сожалений, но оказался в этой непростой ситуации. Какая жалость. Расскажи нам, может быть, мы могли бы тебе помочь? Если бы только Инадзума не была закрыта. В любом случае, мы не будем торопить тебя. Я постараюсь выиграть для тебя как можно больше времени, пока ты не примешь окончательное решение. Комиссия Тенрио, комиссия Тенрио. Если бы не их чрезмерное усердие, можно было бы найти способ. Я придумала, среди наших постоянных клиентов есть пожилая пара. И сын занимает высокую должность в комиссии. Пойдем-ка поговорим с ними, возможно, они смогут нам помочь. А ты уверен, что они просто не выдадут меня комиссии? Не беспокойся, я хорошо их знаю, они очень хорошие люди. Ладно, тебе право возвращаться в дом, мы скоро вернемся. Пойдем, у нас мало времени. Подожди, а как же фейерверки, материалы, заказы? Папа, папа! Ох, не бери в голову. Я напишу ему записку, чтобы он уладил дела с фейерверками. Почему ты перебил у Паймон? Ему нужен не ответ, а время. Это они бы говорят про этого Кодзиро. Так, а куда бежать? Ой, как далеко бежать. Ну, тут мы воспользуемся телепортиком, благо он прям рядышком. Так, а кстати, сколько мне осталось? Ой, много. Почти 44 ранг, но мне нужно еще полтора ранга, и тогда мы будем жить припеваючи и сможем фармить всякие штучки, и мои персонажи станут максимально прокачанными, и мы сможем пойти дальше по сюжету. Так, и чего, и куда? А вот сюда, да, нам нужно? Навестите пожилую пару и попросите их о помощи. Ее имя пришла, приходи, присаживайся. Ты пришла с друзьями? Да, это путешественники из дальних краев, сейчас иноземцам непросто приехать в Инозуму. Действительно, сейчас странные времена, но раз уж они проделали такой путь, мои местные жители должны оказать им теплый прием. Пока не забыла, я принесла фейерверки, которые вы заказывали. Спасибо, дорогая, твоя семья всегда очень добра к нам. Сначала твой отец, а теперь ты. Интересно, увижу ли я при жизни преемника фейерверков Наганахара? Конечно, увидите, у вас отменное здоровье. Не навлекайте на себя несчастье такими речами. Ха, мы уже не так молоды, как раньше, да и здоровье уже не то. Раньше я могла целый день работать в поле, носить воду, а теперь даже от легкой работы у меня все болит. Вчера я хотел заняться прополкой, но как только я наклонилась, вдруг почувствовала, что если продолжу, то уже не смогу разогнуться. Ни слова больше. Предоставьте это нам. Хо-хо-хо, нет-нет-нет, ни в коем случае нельзя перекладывать работу на гостей. Я принесу чай и сладости, а потом мы продолжим наш разговор. Все в порядке, я не первый раз помогаю вам по хозяйству, просто в последнее время у меня было мало времени из-за предстоящего фестиваля. Как только он закончится, я обязательно буду заходить почаще. Для нас не составит большого труда помочь вам. О, вы такие хорошие дети, не то что наш сын, он уже вырос до сих пор одинок, но все равно не навещает нас. Если вы уверены, что это не составит труда, а то у меня тут есть немного маринованной речки, не могли бы вы доставить ее с Сатору на другой конец деревни. Хорошо, мы мигом вернемся. Старики не очень расторопны, так что давай поможем им. Сначала мы прополим сорняки, а затем доставим маринованную речку. Понял? Время у нас тут заниматься огородом. Так, а как это нужно сделать? Эм. А как это сделать? А, просто... Махнуть мечом рядышком. Ну, слушай. Да, вот так. Вот мы и закончили. Сатору живет на другом конце деревни. Пойдем к нему. Замечательный человек. Деревня очень опасная, братик. Могу ли я Кондо Такару что-нибудь сделать для тебя? Какие опасности таит себе эта деревня? Раз уж ты потрудился спросить, с такой искренностью позволь мне рассказать тебе об ужасах этого места. Деревня полна загадочных происшествий и опасностей. Например, мой дедушка никогда не подпускал меня к тому высыхшему колодцу. Однако я знаю, что в этом колодце находится водоворот сокровищ. Попав в огромный ужасающий водоворот на дне колодца, жадный искатель сокровищ окажется в лапах у страшных монстров, обитающих там. Вообще, это же ребенок, мне нужно разговаривать с детским голосом, да? Ух ты, это действительно жутко. Хе, я тебя напугал, а? Ну, похоже, ты еще не готов. Но посмотри на меня, я уже могу полностью позаботиться о себе. Когда-нибудь я стану таким же надежным, как Рюдзи. Тогда я смогу защитить тебя и всех в деревне. Ты упомянул Рюдзи. Рюдзи – герой, который однажды спас мне жизнь. Он помогает поддерживать мир в Инадзуме, служа в рядах мамбонсампо или как-то так. Однажды, когда я, исследуя окрестности, застрял на обрыве, Рюдзи спустился с небес и спас меня. Я хочу стать таким же великим героем, как Рюдзи. Тогда я смогу помочь своему отцу, который служит в армии, побить всех чех плохих парней из армии сопротивления. Ну, вот такая мини-история внезапно нарисовалась. Бежим, отдадим молотую речку Сатору. Господин Сатору, здравствуйте. Как ваше здоровье? Как обычно. Мало что изменилось. Ты полна энергии, как и всегда. Все это благодаря поддержке наших постоянных клиентов. Торговля идет все лучше и лучше. Некоторое время назад мы продали в Ли Юэ несколько фейерверков. Говорят, они пользовались большим успехом. В будущем мы планируем получать больше заказов оттуда. Это означает, что у вас будет больше работы. То вы уверены, что вы с господином Ринусокко справитесь? Если станет слишком тяжело, ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью. Думаю, мы справимся. Ах да, это маринованная редька от госпожи Яматани. Спасибо тебе большое. Раньше я не был поклонником маринованной редьки. Но однажды я попробовал маринованную редьку госпожи Яматани. Теперь она всегда у нас на столе. Кстати, о вашей семье. Все хорошо? Все хорошо. У нас иногда бывают жаркие споры, но такое случается в каждой семье. Возможно, иметь семью рядом – это лучше, чем никогда не видеться с ней, даже если для этого приходится мириться с некоторыми разногласиями. Учитые Яматани – прекрасные отношения, но все же им должно быть одиноко от того, что сын не навещает их. А мне так не показалось. Я думаю, они просто привыкли к этому. Вы правильно сказали. В будущем мне стоит заглядывать к ним почаще, тогда им не будет так одиноко. Ах, я уверен, что им это понравится. Как и всем нам в деревне Кондо, здесь тебе всегда рады. Ха-ха, спасибо. Теперь, когда мы закончили все дела, пришло время. Спасибо, я успел дочитать, обожая, когда так делают в Геншин Импакте. Обрубает субтитры посередине. Слушайте, хочется, ребят, попить. Спустя целый час непрерывного говорения разными языками хочется попить водички. Как там? Бонзои! Или что там они говорят? Вы уже вернулись. Молодежь все делает быстро. У молодых людей много энергии, а у пожилых много мудрости. У каждого из нас есть свои сильные стороны Тоже золотые слова Кстати, о молодежи Знаешь что? Прошло уже 50 лет А, так и есть Как летит время Вы едва замечаете, как проходит год Но потом вдруг оказывается, что прошло уж 50 лет 50 лет со дня чего? С какого-то важного дня? Ха-ха-ха, ну если хотите знать 50 лет назад эта красавица пыталась завоевать меня О, перестань распускать хвост Мы оба знаем, что это ты был безнадежно влюблен И отчаянно пытался завоевать мое расположение Давай опустим подробности 50 лет назад я сделал предложение своей будущей жене На фестивале фейерверков Наганахары С тех пор мы вместе Вам можно позавидовать По праве говоря, я был немного не уверен Я не был уверен, что делаю, когда вообще Когда вошел в магазин Наганахары и заказал свой фейерверк Даже когда фейерверк полетел вверх Я все еще не знал, что мне сказать Но потом он взорвался, небо озарилось Я подсмотрел на нее, увидел ее глаза Мерцающие в свете фейерверков Прежде чем я понял, что происходит Я уже сказал это И она ответила да 50 лет, с одной стороны, это очень долго С другой, совсем недолго На самом деле, это просто цифра Но 50 лет совместной жизни Это стоит отметить Если бы я знал, что вы хотите отметить годовщину То сделал бы для вас особый фейерверк Все в порядке Мы всегда запускаем один и тот же фейерверк Каждый год Без него праздник был бы не таким Мы любуемся фейерверком И возвращаемся в то время Даже в этом возрасте мы оглядываемся назад Не испытывая ни малейшего сожаления Какие у них прекрасные отношения Давайте лучше поговорим о вас Йоиме, разве ты не занята предостоящим фестивалем в фейерверках? Ты пришла что-то обсудить? Да даже не знаю, с чего начать Йоиме все рассказывает Сакудзира, значит, он вернулся Вы знаете его? Он был лучшим другом нашего сына Когда они были маленькими Они были не разлей вода Делились всем друг с другом И везде ходили вместе Но однажды они очень сильно поругались Сакудзира хотел уехать из Инадзумы Чтобы повидать мир Он думал, что здесь слишком безмятежно Но наш Кайсук брал пример с отца и матери Он считал, что в мирной жизни нет ничего плохого Дети ужасно переживают из-за таких вещей В конце концов, Сакудзира ушел И на этом все закончил Вот оно как Кайсук ничего не сказал Ни мне, ни моей жене о ссоре Мы чувствовали, что его это очень задело Но он не хотел говорить с нами о своих чувствах В конце концов, то ли из-за гнева То ли по какой-то другой причине Он вступил в комиссию Тен Рио Теперь он редко навещает нас Если бы это было что-то другое То я могла бы поговорить с Кайсукой Уверена, что он бы смог помочь Но поскольку это касается Сакудзира Я не думаю, что мы можем чем-то помочь Какое странное совпадение Кто бы мог подумать? Теперь я понимаю Когда я спросил у Сакудзира, почему он вернулся Он просто сказал из-за прошлых ошибок И не захотел уточнять Теперь я понимаю Почему он не может решить, что делать Два лучших друга детства Один вырастает и становится членом комиссии Тан Рио Другой разыскиваемый преступником Это судьба Если это так, то не волнуйтесь Мы можем найти другой способ помочь Сакудзиро Нет необходимости усложнять вам жизнь Сакудзиро и Кайсукой должны сами уладить свои отношения Да, было бы здорово, если бы они могли снова стать друзьями Я думаю, что после стольких лет Они должны забыть свои обиды По крайней мере, мы попытались Я расскажу обо всем Сакудзиро, когда мы вернемся Просто грабанул дедушку Вот это я, злодей Вообще, смотри, хожу и граблю деревню Ты видал? Нет, кстати, а что это за дерево? Сосна Там вон сундук, я вижу Но это не критично Нам сейчас важнее выполнить сюжетик Серия и вправду получается безразмерно огромной? Я имя Я имя Только что приходили люди из комиссии Тонрёв Зачем? Они все знают? Пап, с тобой все в порядке? Они ведь ничего тебе не сделали Я сказал им, что скоро начнется фестиваль И внутри полно фейерверков И что мне не стоит заходить внутрь Потому что это опасно Но они не послушали Похоже, они знали, что Сакудзиро прячется внутри К счастью, Сакудзиро вовремя услышал их приближение И сумел сбежать через окно Комиссия Тонрёв не смогла его поймать Это плохие новости Я не думаю, что у Сакудзиро было достаточно времени Чтобы принять решение Ты видела, куда он побежал? Комиссия Тонрёв определенно будет преследовать его Имена, нам нужны имена Такое внезапное появление должно быть делал рук Кейсуке Обычно комиссия не поднимает такой шум из-за нелегального пересечения границы Извините, у меня плохой слух Да и я не очень хорошо их разглядел Если вам интересно, в какую сторону они пошли То они покинули город Я не уловил их имен Я ничего не расслышал Я расслышал имена Я забирал Руду у своего друга И случайно столкнулся с ними по дороге Кажется, их лидера звали Кейсуке Как вы и сказали Я так и думала, спасибо Если Сакудзиро не принял решение То Истокновение не только не решит проблему Он может обострить её И ничего нельзя будет исправить Мы не можем этого допустить Пойдём со мной, Зератул Надо их догнать Ой, пардон Так, далеко бежит? А, тут вообще вон рукой подать Ой, у меня заканчивается история Которую можно было бы рассказать Койте Что ещё за история? Есть новая история от дядюшки Рамзи От Гордона Рамзи? Он говорит, что побывал во многих странах И видел немало интересного Чтобы не забывать обо всём Он заносил путевые заметки В особо не в них Он показал мне столько своих путевых заметок Например, в фонтене есть железная колесница Которая летает по небу Она едет по невидимой дороге Добраться на ней от одной деревни до другой Пар пустяков В Сумеру растёт особая трава Её можно посеять куда угодно В землю, в воду, на песок Тут же проклёвываются ростки И она начинает очень быстро расти И ещё есть такая лодка Которая может долго-долго оставаться на дне моря В ней можно отправиться в глубину Чтобы увидеть всевозможных рыб Да и мало ли чем ещё там можно заняться А он рассказал тебе о снежной? О снежной? Нет, кажется нет Впрочем, это не главное В последнее время дядюшка Рамзи Почему-то больше не шлёт мне путевых заметок И скоро мне будет нечего рассказывать коэти Я знаю, что дядюшка Рамзи поселился в чайном доме Каморы Мне так хотелось найти его, но Привратница сестра Кадзуэ Не впустила меня Сказала, что детям там не место Зиратул, ты выглядишь достаточно взрослым Поможешь мне? Спросишь у дядюшки Рамзи, куда пропали его путевые заметки А я моложе, чем кажусь Всё равно, Зиратул, мне кажется На тебя можно положиться Пожалуйста, помоги мне Посмотрим А, тебе же тоже хотелось бы Почитать эти путевые заметки Никаких проблем Отдашь их мне, как только закончишь Я пойду с тобой Ну да, внутрь меня не пустят Но я могу подождать тебя рядом с чайным домом Скорее бы прочитать новые путевые заметки дядюшки Рамзи Поговорите с Кадзуэ А далеко подниматься? Может телепортиком? Да-ка, телепортиком Выполним уж сайдквестик-то по пути Эй, вы что-то появились-то на полпути О, это должно быть Объявление о празднике Если так подумать После прибытия вы на Дзуму Мы не делали ничего веселого А что это за праздник? Хочешь ходить на праздник, а я-ка? Не-не, совсем нет То есть в Эйнадзуме довольно часто проводятся разные фестивали Мы в комиссии Ясера Хорошо знакомы с этой традицией Я упустил момент Я вляпался в какой-то ивент, да? Который я хотел записывать отдельным видосом С каждым временем года приходит свой праздник И на каждый праздник нужно поддерживать общественный порядок Праздники, конечно же, веселые и оживленные Но нам они доставляют немалых хлопот Прошу прощения, я отвлеклась на работу А она с нашим делом никак не связана Вот и магазин, который я хотела посетить Значит, объявление тебя не интересовало? Зайдем тогда внутрь Ребят, во что я вляпался? Какой-то сюжетный коз? Милости просим, у меня представлены все новинки Пожалуйста, взгляните Ой, да это же госпожа Комисата с гостями из-за морей Добро пожаловать в ткани кимоно-огуры Желаете купить ткани или заказать наряды? Это какой-то еще один квест, я вспомнил Здравствуйте, у меня есть выкройка для наряда Пожалуйста, взгляните О, а яка подготовилась Так, это же Это же Да это же великолепный макет Госпожа Комисата, хотите заказать кимоно по этой выкройке, верно? Да, будьте так любезны Своим выбором вы оказываете тканями кимоно-огуры честь Но есть одна проблема Для этого кимоно потребуется шелковица Которая по большей части импортируется из львена Учитывая сложившиеся обстоятельства А, вы ведь знаете, надзумы для внешнего мира закрыты Признаться, из-за этого швейное дело немало пострадало Ввоз высококачественных тканей практически невозможен Поэтому пошев на заказ приостановлен в неопределенный срок Тем не менее, если клиенты готовы предоставить материалы Мы все еще можем быть полезными Значит, нам сначала нужно купить шелк Если даже магазин тканей кимоно-огуры Не может добыть высококачественные материалы Откуда же нам их взять? Вы могли бы спросить, как в Международной торговой ассоциации У них больше связи, чем у нас В нее все-таки входят покупцы со всего мира Цены у них, конечно, высокие Но в такие времена иметь возможность купить что-то Хочешь уже неплохо Выходит, в Инадзуме даже пошить одежду трудно Постойте, Международная торговая ассоциация? Там ведь курицу, верно? Давненько мы не были на Рита Хм, выходит, нам стоит отправиться туда Спасибо большое, мы вернемся, когда достанем ткань Ребят, это ивент, по-моему А пока у меня будет маленькая просьба Не могли бы вы... Почему вдруг вся эта таинственность? Да-да, без проблем Вы очень меня обяжете Что вы с удовольствием, госпожа комиссата? Если честно, мне не терпится увидеть конечный результат Мы уже давно не шили шелковое кимоно А выкройка так прекрасна Спасибо, вы очень добры, до свидания Зератул, Пайман, давайте попытаем удачу Международной торговой ассоциации Мне кажется Я, может, конечно, ошибаюсь Но, по-моему По-моему, мы вляпались в какой-то... Что это за квест? Куда я вляпался? Подожди А, это белый журавль То есть, это еще один квест Который мы тоже должны выполнить По просьбе Аяки Вы с Пайманом помогаете ей подготовиться К встрече с Цубакей Ну, я уж немножко запамятовал Все-таки я сюжет-то прохожу Ну, не совсем подряд Это для вас он там подряд записывается В отдельный плейлист, да? Ну, да ладно В общем, идем Выполняем сайд-квестик Выполняем квест с ее имей И на этом заканчиваем серию Потому что она получается очень большой Я боюсь, что она не обработается Как надо быстро Приветствую в чайном доме Каморы Чем могу вам помочь? Я насчет Рамзи А, этот Дилец Да, действительно, он в доме Однако в последнее время Он выглядит очень обеспокоенно Не знаю, что случилось Если хотите найти его Ступайте в дом Вы тут же увидите его Субтитры сделал DimaTorzok Хроники с ангономией Почему они горят особым цветом? Или мне кажется просто? Ладно Не суть Вот Читайте Ребят, читайте, пожалуйста Я не выдержу Огромного Видоса и еще каких-то хроников Так Рамзи Вы путешественник? Чем я могу вам помочь? Я насчет путевых заметок О, вы о путевых заметках Которые я пишу для этой девочки Мидори В последнее время я так заняюсь Совсем не до них Она должна быть обеспокоиться А в этих заметках все правда? Ха-ха-ха А вы как думаете? Вижу, вы повидали мир Вас не обманешь Ха-ха Мне тоже хотелось бы Чтобы все, о чем я пишу Сбывалось Верно По сути, ни один из фактов Описанных путевых заметках Не является истинным Однако некоторые места И действующие лица Сознаны по мотивам реальных событий Большая часть содержимого заметок Плод моего воображения Конечно, все Там выдумано Например, в заметке Которой я пишу Некий человек создал супершар Затем он позвал друзей Надеясь вместе с ним Пролететь на этом шаре Вокруг Таевата За 80 дней Опа, опа Отсылочка Хе-хе А еще для управления этим шаром Не нужен глаз бога Достаточно технической подкованности Эти люди путешествуют по свету На воздушном шаре А по пути сталкиваются Со всевозможными странными вещами И явлениями Блин, это отсылочка с фильмом С Джеки Чаном Если вы не смотрели этот фильм Отвечаю Путешествие вокруг света За 80 дней Посмотрите Это такая уморительная Добрая, милая Комедия с Джеки Чаном Это просто ор Она хоть и Давно снята Но она до сих пор Смотрится хорошо Я собираюсь Написать обо всем Это Мидори Но почему-то не успеваю Даже закончить коротенький абзац И почему же Видите того человека в коридоре Его зовут Хейхати И он все смотрит И смотрит на меня Я собираюсь выйти на прогулку Чтобы найти вдохновение Для написания заметок Но этот человек Всюду следует за мной Даже не зная Какова его цель Боюсь, он замыслил что-то недоброе И выйти отсюда Я не решаюсь Вот почему написание Путевых заметок Откладывается К счастью Теперь вы здесь Путешественник Не проводите ли вы меня на улицу Мне нужно найти вдохновение Пока вы здесь Он не посмеет Ничего со мной сделать Ну хорошо Большое спасибо Как говорится Береженого Бог бережет Кто-то наблюдает За мной со спины Я должен Во что бы то ни стало Избавиться от него Прошу, защищай меня Пока я ищу вдохновение Путешественник На самом деле У меня на примете Есть несколько мест Отправимся же туда Прямо сейчас Первое место Неподалеку от пляжа Идемте Ой Сайдквестик Не маленький Оказывается Не маленький Вода на этом пляже Кристально чистая Песок такой белый Все совсем не так Как в открытом море Замечательное место Откуда было бы здорово Пуститься в плавание Или взлететь Пейзаж весьма привлекательный Я сделаю кое-какие заметки Путешественник Подожди немного Мне нужно подумать Как сформулировать Мои путевые заметки Можете пока погулять И полюбоваться видами Только не отходить От меня слишком далеко Этот хайхати Следит за мной Он совсем рядом Пройдитесь по пляжу Прошелся А, мне предлагают Прям вообще пробежаться По пляжу Куда Сейчас я уйду за угол И он исчезнет Мистер Рамзи Опа Почему вы вечно Попадаетесь мне на глаза Что задумали Почему вы следуете за нами Я за вами Что я просто гуляю Что в этом такого Это что Ваш пляж Кем вы себя возомнили Слышь Гордон Рамзи У тебя тут какой-то Отбитый фанат Неплохо Виды здесь очень недурны Ну-ка посмотрим К северу от города Река делает изгиб Там есть очень симпатичный Водопадик Идемте туда Ну малыш Что-то сайдквестик затянулся Я думал это так Прогулочка На 5 секундочек А тут уже прям Полуторачасовой видосик Между прочим А нам еще квест Я имею выполнять Что-то я конечно Да Победите противников Какие А Путешественник От них надо избавиться Да-да Так Почему здесь повсюду бродит чудовище Да пейзажи хороши Но на самом деле здесь довольно опасно Но я могу упомянуть этот опыт В своих путевых заметках Давайте уйдем отсюда И найдем безопасное место Этот человек по-прежнему следует за нами Он очень настойчив Куда нам нужно Это безопасное место Это куда Вот сюда Последнее место Которое я хочу посетить Вершина того холма Ёлка А там даже нету У меня никаких точек Телепортации Да Блин Ребят Ну что поделать Пошли А что это тут происходит Что надо сделать А что нужно сделать-то Что-то я не догоняю Ребят Что надо сделать Загадочка Почему-то мне хочется Теперь ударить Вот эту штучку Блин Не знаю как Но вот пожалуйста Так идем дальше На гору Ради маленькой девочки Придется залезть на гору Ой ну слушайте Вот с вами драться я не хочу Потом 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 Блин А есть парочку нюансов Тут с этой горой Да Хотя Да Да ты жутишь Я понял Надо один раз Вот эту ударить И обе этих Не спрашивай Как я это понял Сам не знаю Но как-то понял Нет Давай ты залезешь Рейзер Так лень Два раза Пытаться залезать Так Фух Отсюда С вершины горы Можно охватить взглядом Почти весь остров На руками Ветер на вершине Довольно сильный А высота Отлично подходит Для взлета Никаких препятствий Да и Надзума Довольно далеко Так что Нас не побеспокоит Ни досин Ни Ни Званые гости Это их прям Хорошее место В конце концов Отсюда было неплохо Взлететь К тому же Это место достойно Упоминания в путевых заметках Этот человек Он все еще следует за нами Прямо таки идет по пятам Я от него избавлюсь Нет Что вы не беспокойтесь Он не посмеет Перейти к решительным действиям Пока вы рядом С такими людьми Надо быть насторожей Стоит только подойти И они больше не отвяжутся Ладно На сегодня хватит Вернемся в чайный дом Камора Спасибо Сюжетный Вернее Допквестик Мы закончили один По крайней мере Сейчас ребята Уж поможем Маленькой девочке Ну И с ее имей Дотрынгин Зироту Смотри Пайман интересно Что же она рисует Давай посмотрим Не ведемся на провокации Внеочередной Сайткмест какой-то Ивенты у меня будут В отдельном видео записаны Так Здоровки У меня уже есть кое-какие идеи Для основной линии сюжета Моих путевых заметок Но мне нужна пара дней Чтобы дописать главу Я уже написал несколько абзацев Пожалуйста отнесите их Мидоре Когда я закончу повествование Попрошу кого-нибудь Отнести Полную версию путевых заметок Путевые заметки Это не так Он говорит Откуда мне знать Что он ничего не задумал О чем ты говоришь О том что этот человек Не просто так пишет Свои заметки У него есть скрытые мотивы Но кто может придумать Все эту чушь Путешествие вокруг Таевата На воздушном шаре Без использования глаза бога Тут явно есть Какой-то скрытый план Но этот человек Еще не раскрыл карты Так В общем Поговорите с Мидори И этого у меня достаточно Полтора часа уже Записываю Обалдеть Считай как целый стрим Ну что здорово Путешественник Ты принес путевые заметки Это тебе Вокруг Таевата За 80 дней Ого Спасибо Сейчас Почитаем А это все Предыдущие записки Были заметно толще Он еще не закончил Ах так Тогда я подожду Прочитаю все сразу Как только дядюшка Рамзи Закончит И мне будет что рассказать Койте Спасибо Зератул Вот это награда Опять книжек дали Так А теперь А теперь Идем по квесту С Йоимией Вот По золотой рыбке Идем Фух Найдите следы По дороге Из города Да Там Челика Который Прятался у Йоими И схватили Это я тебе напоминаю Потому что я вот уже Начинаю подзабывать Что там происходило Пока мы тут разбирались С этими книжками Это Мацудзако Еще я хотел спросить вас Мне придется вмешаться Еще какой-то квест Но мальчику Нужна помощь Давай потом Прости Мальчик Серия уже слишком Долгая Смотри Люди из комиссии Тонрё Это должно быть они Йоситако Это закрытая территория Я не могу вас пропустить Сакудзиро И Кусукей Должны быть там Мы ищем их По срочному делу Ты что Не слышал меня Я не могу вас пропустить Ой Вот ведь заладил Ладно Пеняй на себя В смысле А Мне дают Йоимию Нифига у нее урон А вот какое у нее Оружие Кстати Громовой пульс Крит урон И базовая атака И силу атаки увеличит Видишь у нее Какая штучка Ни разу не мой Лук Блин На восстановление энергии Здесь есть понятие Хэдшота Ай Короче ладно Зашмаляем их так Блин Йоимию клевое Я хочу ее Поучить себе Но Пока что Вот как видите Все с переменным успехом У нас идет Ну ладно Давай Скорее Я имел ввиду Вот так Хотя Не знаю Тут что быстрее Так Все готово Как ты смеешь Препятствовать работе Комиссии Вы ответите За свои действия Вам нигде не скрыться От правосудия Даже на краю свеса Посмотрите на него Только пятки сверкают Мы не можем Больше тратить на них Время Пойдем дальше Они должны быть впереди Продолжайте путь И найдите Сокудзиро Давайте Братки Че вы Помиритесь Твои навыки Владения мечом Ужасны Сокудзиро Ты должен был знать Что в поединке Со мной У тебя нет шансов Я и представить не мог Что попаду К тебе в руки Если такова моя судьба Я принимаю ее Мне больше нечего сказать Твое возвращение Говорит о том Что ты наконец Понял мою точку зрения Как скажешь Ты вернешься со мной В комиссию Тенрё И будешь ожидать приговора Те кто Кто сделал лодку Тоже понесут наказание Подожди Это не должно так закончиться Неужели вам больше Нечего сказать друг другу Я тебя знаю Ты дочь Наганахара Которая делает фейерверки Я знаю Что тебе нравится Вмешаться в чужие дела Но не лезь в это Тебя это не касается Все в порядке Йоиме Прошлое есть прошлое Тогда почему ты рискал жизни Чтобы вернуться в Инадзум И почему ты так и не хотел Уходить после возвращения сюда Я скажу тебе почему Это шанс Которого ты так долго ждал Чтобы все объяснить Мне нечего ему сказать Он преступник А я состою в комиссии Здесь нет места для дискуссий Из уважения к нашей прежней дружбе Я дал ему шанс Сражаться за свою свободу Но его навыки владения мечом Так же ни к чему Как и раньше Что ты говоришь Кого ты пытаешься обмануть Ты оставил всех своих подчиненных И хранить дорогу Убедился что за них Что никто больше не последовал За вами сюда Мне кажется Ты надеялся на возможность поговорить Я вижу это По вашим лицам Вам обоим Так много нужно сказать А вы просто решили Держать это все в себе Не льсти себе Что ты можешь знать Йоиме Оставь Это были мои пустые мечты Нет Я так это не оставлю Я не буду просто стоять И смотреть Кэйсуки Похоже тебе нравится Решать вопросы с помощью поединки Давай сделаем это по твоему Я вызываю тебя на поединок Если я выиграю То ты скажешь все Что у тебя на сердце Все как на духу То же самое касается и тебя Сокудзиро Если я выиграю Ты расскажешь почему вернулся Не важно какие будут последствия Ты должен все рассказать Если вы ничего не скажете сейчас У вас может не быть другого шанса А если ты проиграешь Тогда я признаю сотрудничество Сокудзиро И приму наказание комиссии Танрё Йоиме Я согласен Вот это наш разговор Давай братик Сейчас я тебя уделаю по фастику Давайте поможем Йоиме Мы не можем Эй а чё вас так много Алло Вы слышите Вы чё охренели На На Ишь Офигели Четвером лупят Читеры Интересно Есть вариант В котором я Здесь Сдохну В смысле Проиграю ему И что тогда будет интересно Как поменяется От этого сюжет Хватит нам колдовать Какую-то Колдовскую дичь Всё До свидания Господин Они очень сильны Нам нужна подмога Назад А? Я сказал не вмешиваться назад Да господин Прошу прощения Йо Ситака В панике уходит Ты такая же упрямая Как и Сокодзиро В те времена Почему ты так уверена Что нам есть Что сказать друг другу Хотя Сокодзиро Не рассказал мне о тебе Когда вернулся Но он заказал у меня фейерверк Потом твои родители Рассказали мне Что произошло между вами Услышав эту историю Я поняла Что фейерверк Означает что-то особенное Для вас обоих И поэтому Я просто отказываюсь верить Что вам нечего Сказать друг другу Никто не запускает фейерверк Чтобы почувствовать себя Одиноким Не так ли? Я приехал Потому что чувствовал Себя потерянным Дело не в том Что я передумал Просто я чувствовал Что мои действия Были попыткой убежать От реальности Я увидел Свободу Манштад И контракт Ли Юэ Мудрость Сумейру И справедливость Фонтейна Все это Произвело на меня Глубокое впечатление Я был бы рад Что покинула Надзуму Но потом я случайно Услышал о закрытии страны Я был беглецом И гордился этим Но на самом деле Мне следовало попытаться Взять все хорошее Из внешнего мира И принести это домой Так вот почему ты вернулся Из наимной надежды Изменить то Что здесь происходит Нет Я отбросил эти иллюзии Я просто чувствовал Что мне Не следовало так убегать Ведь ты никогда не убегал Не знаю как тебе А мне жизнь дается нелегко Но я просто обязан был вернуться Как будто судьба звала меня И я не мог больше игнорировать ее Жизнь никому не дается легко Я искренне поклоняюсь Сёгуну Райден Верю в ее идеи И желаю лишь исполнения ее воли Но моя роль заключается в том Чтобы наказывать нарушителей Пересекающих границ И конфисковать глаза бога Это не то на что я подписывался Когда вступал в комиссию Тонрё Я задаюсь вопросом Действительно ли я поступаю правильно? Оставь себе лодку А? Я не могу заставить тебя Оставаться в Инадзуме Но я так же не хочу Удерживать тебя здесь силой А что ты скажешь начальству? Не беспокойся обо мне Я найду что сказать Я слышал что процесс возвращения В Инадзума долгий и сложный Но это можно сделать Я помогу тебе А пока жди меня за пределами страны И не вздумай умереть по пути Не беспокойся кайсуки Я еще собираюсь посмотреть Фейерверк вместе Да В следующий раз Ну вот и все В неописуемой тишине Уплыл мистер Меня точно разжалует Поддаваться подобным детским чувствам Совсем на меня не похоже Я не могу объяснить Почему я пошел на это Именно ее Сокудзиро планировал использовать для побега лодку Я попросил ее Ситаку и остальных перевезти ее сюда Ссылаясь на положение временном хранении контрабанды Я с самого начала планировал заманить Сокудзиро сюда Все как ты сказал ее имя Даже если я еще не до конца принял решение Мои действия выдают мое намерение Я думаю что ты поступил правильно Тебе удалось избавиться от обиды Показали о ней Теперь я понимаю Спасибо Я не знал что ты настолько проницательна Ты сразу поняла о чем я думал Это только потому что я хорошо знаю твоих родителей Они очень хорошие люди Как известно Яблок от яблоньки недалеко падает Я слышал что в эти дни Всем заправляет новая Наганахара Возможно немного шумная и безрассудная Но ты оправдаешь фамилию Кстати Ты ведь можешь воспроизвести фейерверк Который вы вдвоем запустили тогда Мы вдвоем запустили тогда верно? Не могла бы ты сделать его для меня Извини не получится Без того листка я не смогу сделать такой же фейерверк снова Я боюсь что только у Сокодзиро есть этот листок Вот оно как Ладно и забудь об этом Ран расстраиваться Я говорил что Сокодзиро заказал у меня фейерверк Не так ли? Я не могу сделать фейерверк для тебя Но я предполагаю что Сокодзиро вряд ли воспользуется своим Будет жаль если труды пропадут зря Поэтому я сделаю исключение И позволю тебе запустить его вместо Сокодзиро Большое спасибо Не пропусти запуск фейерверка А можно мы наконец-то запустим фейерверк То как ты справилась с этой ситуацией просто удивительно Что я могу сказать? Я люблю говорить и твердо верю в силу слов Если вы не хотите разговаривать То проблема никуда не денется Если вы не будете просто смотреть на нее То в конечном итоге потеряете возможность решить ее Сокодзиро и Кайсуки не могут повернуть время вспять Но это не повод жить с угрызениями совести Следуйте за мной Я покажу вам место с идеальным видом на фейерверки Мой папа запустит фейерверк Который я хотела подарить вам Ура! Наконец-то ребята Это очень долгий квест Наконец-то мы посмотрим фейерверки Надо прибавить музыку Так запоминай было 5 Ставим 8 И музыку можно потише потом будет сделать Вау! Как же красиво! Это же... Кейсуки Йоими, что для тебя значат эти фейерверки? Йоимия? Как же красиво! Блин! Это было потрясающе! Это было так красиво, что я чуть не расплакалась Я ведь не расплакалась на самом деле? Это было очень красиво О, помните? Тот большой фейерверк, который взлетел первым Золотой Папа сделал его специально для вас Да, Паймен видел Он был самый красивый из всех Именно так Я надеюсь, что он произведет на вас глубокое впечатление Куда бы ни привело вас ваше приключение И какие бы трудности не ждали вас впереди Я надеюсь, что вы будете с нежностью вспоминать фейерверк, который видели сегодня Я верю, что со временем этот фейерверк в вашем сердце будет становиться все ярче и красивее Да и еще вы теперь мои клиенты Вот ваш листок Если вы когда-нибудь захотите снова увидеть этот золотой фейерверк Просто приходите ко мне Спасибо за теплые слова Знаешь ее имя? Во время фейерверка ты словно превратилась в совершенно другого человека Ты была такой тихой И казалось, что ты вообще ничего не слышишь О, я тебя слышал Просто у меня есть привычка молча смотреть фейерверк Молча наблюдать, как в небо поднимается то, что ты сделала своими руками Для меня это похоже на священную церемонию Ты только что спросила, что для меня значат фейерверки, верно? Ага Для Койти, который построил эту лодку и его сестры, фейерверк означает дружбу Для родителей Кайсуки годовщина свадьбы Для Кайсуки и Сокудзиро непоколюбимую веру Да, веру А для меня? Честно говоря, я никогда об этом не задумывался, не знаю Серьезно? Паймен думал, что ты скажешь что-то глубокое и философское Никто никогда не спрашивал меня об этом раньше Поэтому я никогда не задумывался над ответом Так случилось, что я родилась в семье Наганахара и научилась этому ремеслу Так случилось, что я познакомилась со многими людьми Узнала много нового и обнаружила, что люди ассоциируют фейерверки с самыми дорогими для них вещами Фейерверки, исчезающие во вспышке света, вероятно, наиболее далекие от вечности, к которой стремится наш сёгур Но чувства людей не исчезают просто так Именно эти чувства придают фейерверкам особое значение Если бы никто не захотел смотреть фейерверки, то они бы не существовали Это тоже своего рода вечность Да, и если подумать, то такие люди, как Наганахара, должны существовать Потому что так много людей хотят, чтобы фейерверки существовали Если бы нас не было и желания остались бы неисполненными, не так ли? Знаешь, Зератул, я не часто задумываюсь о таких сложных вещах Но я горжусь тем, что родилась в семье Наганахары и имею возможность делать столько красивых фейерверков Вот так вот Золотая рыбка, глава 1, завершена, мечтательная без ремесли Я уже начал заговариваться Записка, которая дала вам её имя Думаю, я останусь здесь ещё ненадолго, в моём сердце фестиваль ещё не закончился Но если захотите поговорить, я с радостью поучаствую Что будешь делать дальше? Мацудзако и остальные ждут меня, чтобы отправиться на поиски великого Модзина Йокая Я для них как родная, поэтому не могу отказаться от своих слов Также я хочу пойти и спросить у своих клиентов, что они думают о фейерверке И в течение следующих нескольких дней я также хотел бы поблагодарить всех за поддержку Включая тебя и Пайман Ну короче, здесь уже диалог стандартный, а что по квесту? По квесту что? С золотой рыбкой-то? Я ещё и влию, и это квесты недовыполнял все Боже, как много квестов Но мы открывали именно и на Дзуму сначала Я думаю, следующая серия будет прохождением квестов, которые остались со старых локаций Например, вот с Манштата Давно надо повыполнять все квесты Да, наверное, сегодня мы вот тут чуть-чуть продвинулись в квесте, связанном с Энадзумой А дальше я, наверное, сделаю серию, где я допройду квесты из Манштата или Юэ Потому что уж слишком у меня всё скомканно идёт, неправильно Это хочется цельную историю посмотреть Ну и, собственно, ребят, я думаю, все будут довольны Два часа геймплея от Zero Tool в Genshin Impact Ну и где мы делали фоточку, здесь мы, собственно, и будем заканчивать Обязательно, обязательно ставьте ваши лайки, пишите свои комментарии Подписывайтесь на мой канал, на группу ВК, сообщество Battle, найти серию Discord Оформляйте спонсорку, чекайте мой Telegram Удачи вам в играх и не только И хорошего вам настроения Пока-пока